Привет всем выжившим! И да, наконец-то это свершилось, и я этого дождался. State of Decay 2 у нас в стиме, и причем не просто вторая часть, а целый Juggernaut Edition. А это по сути ремастерят версия второй части, которая в себя включает измененную графику, оптимизацию, довольно большой ассортимент нового оружия, новые локации и, конечно же, новые базы. В целом, изменений довольно много, и нетрудно догадаться, что большую их часть сделали специально для игроков в стиме. И несмотря на мою любовь к первой части, и, возможно, самой серии, время для релиза своей игры, они выбрали все же странное. Ведь несмотря на все изменения в графике, игра для многих новых игроков будет выглядеть довольно устаревшей. Ну а, конечно же, для фанатов первой части, это не будет помехой. Хотя при всех обидах и ложных обещаниях, которые еще тянулись с первой части, у меня нет желания присоединяться к компании черного пиара, который сейчас, судя по всему, разворачивается вокруг этой игры. Ведь при всех минусах и плюсах этой игры, мало кто может показать похожий геймплей. Что, в принципе, заставляет меня закрыть глаза на довольно несовременную графику, на довольно кривой мультиплеер и, конечно же, кривую анимацию других игроков. Хотя тут, скорее, проблема хоста. Скажем, возьмем, к примеру, режим Daybreak, в котором я сейчас и нахожусь. В целом, он представляет из себя классический ласт-тенд, но если рассматривать его именно с этой стороны, то тот же Киннинфлор будет в разы веселее, ведь там есть профессии, там есть развитие, и сама игра дает тебе стимул и мотивацию продолжать играть в нее снова и снова. Здесь же я этого не увидел, хотя есть и другие режимы, которые готовы предложить что-то свое. И раз у нас речь зашла о графике, и вы меня все еще смотрите, то лично для себя я посчитал, что будет более интересно, если поставить режим пост-обработки на самый низкий показатель. Тогда размытие в игре становится куда меньше. Ну и, конечно же, убрать размытие во время движения. Хотя, возможно, прямо сейчас меня смотрит человек, который любит размытие в играх, и считает подобную картинку более реалистичной. Что ж, разные извращенцы ходят по миру, и, конечно же, не мне судить. Если возвращаться к теме черного пиара, то прямо сейчас вы слушаете человека, который купил по полной стоимости ходящих мертвецов, ну и, конечно же, Metal Gear Survive. Поэтому, конечно, кому как не мне говорить об извращениях. И если кто-то из вас не понимает, почему я упомянул эти игры, то я считаю именно негативные оценки, ну и, конечно же, рецензии убили эти игры. Но здесь, как мне кажется, ситуация немного другая, ведь уже существует аудитория, которой нравится эта игра. И остаётся только задать вопрос, смогут ли разработчики дальше заниматься игрой, несмотря на провальные продажи в Стиме. Ведь, несмотря на моё низкое доверие к этим разработчикам, они сами на одном из своих стримов заявили, что пока что не планируют заниматься третьей частью. Лично на меня игра оказала весьма двойственное впечатление. Ведь сначала я планировал проходить эту игру вместе со своей девушкой, но когда увидел рваную анимацию других персонажей, в мультиплеере решил, что нет. Пожалуй, это не та игра. Но когда я её продолжил изучать, я увидел вполне приятный геймплей, который был у меня в первой части. Только тут у тебя больше возможностей в плане развития базы, больше возможностей настройки персонажа, его навыков, его внешности, и это, конечно же, затягивает. Хотя в наше время довольно много людей, которые уже устали от темы зомбиапокалипсиса, но я, пожалуй, не один из этих людей. И если для вас графика не стоит на первом месте, и она не кажется вам устаревшей, то вы вполне можете попробовать эту игру, учитывая вполне себе низкий ценник этой игры. Поэтому давайте, пожалуй, подводить итоги. Если ковыряние в каких-то мусорках, домах, машинах вас не особо устраивает, то эта игра, возможно, не для вас. Ну а если вам нравятся игры про зомбиапокалипсис, где вы управляете какой-то группой выживших, настраиваете свою базу, делаете какие-то фортификации, пытаетесь обороняться, вам нравится, то вполне возможно игра вам зайдет. Ну а лично я, не судите меня, конечно, строго, пожалуй, сделаю возврат и вернусь к своей любимой первой части. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и пишите обязательно, что вы сами думаете про эту игру. Всем спасибо и пока-пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok